здравствуйте уважаемые экзотические седоводы огородники сегодня повестки дня у нас такие прекрасные замечательные фрукты одни из моих самых любимых как мангустины вот эти уже немножко такие скажем так полежавшие поэтому в пищу их особо уже нам не получится есть но сейчас посмотрим вот но для семян они вполне годятся ну как правило вы покупаете не фрукты вы покупаете семена для того что укворачивать поэтому здесь свежести фрукта не надо быть уверенным скажем так и так мангустин достаточно просто открывать то есть вот нажали и раз и все лучше достаточно свежий уже видите такая зеленочка появляется но в принципе ничего есть можно ну зеленку лучше не трогать но очень классный фрукт необычный мякоть по вкусу я даже не знаю что это может напоминать у даже сок течен умера свежий свежий вот и значит соответственно здесь содержится косточки семена но бывает такое то что семян может и не быть вообще поэтому они собственно дорогие попробуйте на вкус живой еще вполне съедобные вот смотрите этот экземпляр здесь косточка вроде есть но она какая-то вот какая-то не такая идет сверху как-нибудь лучше конечно все объедать обсасывать скажем так ну что-то вот такое но косточка очень хиленькая не знаю выжит он не выживет мы это посмотрим вот в принципе достаточно такого состояния там оглодать ее или же чем-то чистить но аккуратно чтобы не повредить саму косточку и положить на какую-то салфетку например чтобы она подсохла больше здесь косточки нет то есть в одном фрукте понимаете одно семечко есть фрукты такие которые вот еще этот еще кое-как ломается кстати тоже еще хорошие как ни странно они чем дольше лежат тем они становятся тверже так вот здесь такие уже вроде две косточки да вот раз и два вот здесь например снялась хорошо вот видите какая красивая косточка семечка давайте еще один скроем вот это уже все он уже не жилец точнее если вы уже сидите уже будете не жильцы мучиться будете в туалете заседать так здесь у нас тоже раз и два даже третья вроде есть маленькая даже три косточки семечки вот что мы делаем далее то есть нам надо просушить когда они подсохнут можно их искупать желательно искупать их помнить фунгициде можно марганцовке и потом я покажу что дальше делать вот наши семена уже подсохли они видите немножко изменили цвет стали такими коричневыми и с такой жесткой шкуркой оболочка как правильно это назвать вот теперь чтобы перед посадкой нам надо от этой оболочки избавиться что для этого нужно я уже здесь замочил семена то есть можете на ночь там на сутки замочить семена они станут опять мягкими вот после этого обрабатывайте их желательно там это говорят фунгицидом или барганцовкой потому что остается все равно тут скажем так вот эти волокна которые от фрукта да и они могут просто вас заплеснить дальше делаем что сейчас немножко приближу дальше надо избавиться от этой вот оболочки не оболочки а вот коричневой вот этой штучки вот на этой хорошо показать сейчас видно вот видите здесь она вообще отлично отходит то есть семечка сама себе крепкая и вот с нее прям вообще шикарно слазит вот прям до белого орешка это почему показывает то что у нас просто клиент один сказал что вы не правы семена а мангустины они белые да они белые вот видите белые пожалуйста просто чем дольше он лежит тем больше корочка тем более при высыхании все эти волокна они становятся коричневые то есть в принципе вот такого состояния достаточно ее отшелушить ну и далее по поводу посадки это вообще элементарно для посадки нам понадобится любая скажем так в емкость ну это может быть вот такая вот банка для прессеров ну с крышечкой соответственно или просто потом чем-то накрыть я вот использую лично такие чашки петри мне они как бы удобнее почему-то не знаю вот что мы делаем берем два ватных диска это может быть не ватный диск это может быть даже салфетка какая-то бумажная то есть ничего такого принципиального нету может быть просто вата вот смачиваем ее достаточно хорошо но не до состояния болота помещаем сюда нашу семку и сверху кладем второй такой ватный диск накрываем опять смачиваем и закрываем дальше семечка должна находиться в тепле при свите соответственно вот я вот в прошлом видео показывал вам тёплый коврик специальный такой электрический вот лучше всего разумеется на тёплый коврик оно бы семечком срезойдёт и имеет шанс то что будет гнить так вот этим семечком они у меня сидят где-то примерно около шести дней и вот вчера только я обнаружил то что они начали сходить то есть смотрите сейчас я думаю будет видно так видите пошли сходы корешок наверное сам ствол и вторая вот она тоже видите вот-вот-вот-вот маленький кончик стал вылезать то есть всё прекрасно вырастает но он меня в обычном ну в тепле где-то примерно при двадцати трех градусах находится без коврика потому что сейчас пока лето поэтому не обязательно но перед посадкой ещё нам немножко его подержать и семена надо подержать вот таким образом то есть видите достаточно быстро и всё просто всходит ну теперь мы дождёмся когда уже полностью они взойдут и будем их сажать уже в грунт итак у нас собственно уже вот тут всё проросло так хорошо проросло причём видите слабенько растёт маленький вот этот уже будь здоров в принципе можно было не ждать такого состояния можно было раньше посадить но я немножко произвел момент скажем так некогда было поэтому не сажать сегодня также я ещё посадил посадил можно сказать вот сюда некоторые даже заплеснили почему-то вот ну тоже смотрите всё как хорошо растёт это было посажено уже после вот этого товарища ну теперь будем сажать тут в принципе ничего сложного нету для этого понадобится нам что соответственно какой-то горшок можете взять сразу большой я беру пока вот такие маленькие пластиковые куплены на алиэкспрессе ссылку я оставлю в описании достаточно быстро приходит и недорого далее нужен керамзит насыпаем очень мелкие дырки большие побольше керамзит выводится ставим так и соответственно нужно будет грунт я вот сейчас купил такой универсальный цветочный не знаю питер какой-то питпро не разу не брал просто был рядом с домом продавался решила попробовать ой он каким-то добавкам похоже сейчас покажу ну и соответственно насыпаем наш горшок керамзит многовато отсыпется зараза вот видите какие-то содержат белые вкрапления не знаю что это такое насколько это хорошо или плохо но заодно посмотрим вызывай мечтал грунт конечно суховат то есть обычно берешь он влажный а это какой-то прям вообще что-то не то либо он уже срок годности у него истек ну ладно в принципе это не принципиально потому что я хочу просто вам показать принцип очень плохой грунт ну и стоит ну соответственно копейки что-то он в районе там 60 рублей за 10 литров попробуем так собственно все я думаю что лучше его смочить а смочить его лучше в какой-то емкости на какое-то время прям целиком сейчас я это сделаю потом вам покажу результат в общем не стало с этим грунтом заморачиваться он постоял вот эта белая фигня но это может перлить я не знаю что такое похоже на него но он еле отмокает то ли старый хотя с угодно посмотрел нормальный то ли хранение условий то ли сам грунт такой в общем пошел купил самый обычный цветочный стандартный универсальный будем сажать сюда вот этот я уже брал он в принципе достаточно неплохой ну далее все тут как бы понятно то есть тут заморачиваться не надо вот так посадили корешочек вниз это наверх стебелечек и если земли мало кстати можно грунт разбавить тем же самым перлитом можно с песочком что в принципе даже лучше ну если хотите заморачиваться пожалуйста либо уже потом когда будете пересаживать постоянно посудину можете уже это сделать собственно все то есть теперь осталось только его полить поливаем хорошо грунт чтобы все пропиталось у нас хотя он так влажный но все равно надо чтобы было совсем хорошо собственно тут ничего сложного как видите нету растение достаточно легко в наших условиях выросло то есть ну я пробовал подогревать особо с подогревом ну ставить на коврик теплый как я говорил то есть особой разницы я не увидел но единственное что при постановке на этот коврик семена начинали очень сильно покрываться плесенью поэтому я от него отказался от этого коврика и выращивал при обычной комнатной температуре где-то 22-23 градуса то есть как видите все нормально растет так вот эти и развивается дальше я уже не буду снимать видео как оно выросло я кому будет интересно когда это подрастет немножко уже такое заветвиться сделаю фото выложу может коротенький ролик выложу либо в нашей группе вконтакте и в инстаграме вот так что экспериментируйте сажайте любые растения это интересно весело забавно тем более вдруг когда-нибудь оно еще принесет плоды будет вообще великолепно ставьте лайки пожалуйста пишите в комментариях что понравилось что не понравилось всегда рады критике и так далее спасибо за просмотр всего вам хорошего всем пока 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 не забывайте пока не забывайте